Три первых места, два серебра и одна бронза. Таков спортивный урожай 12-13-летних борцов школы боевых искусств Южного Будакана в этих краевых соревнованиях. Соперники у юных анапчан были достойными и сильными. Это известная на татаме России отточенной техникой борьбы спортивная школа Верхней Баканки, которая заняла первое общекомандное место. Наши юные спортсмены удивили судей и болельщиков своей техникой, выносливостью и желанием бороться. У нас Чивкин Семен, один из наших лучших бойцов, дрался в двух категориях. Он всегда любит на своей категории и на категории еще и выше. В одной он занял второе место категории, в другой первое место. Все думают, что он проиграет. У него вес 53, а у мальчика 70. И он победил его своим духом. Семен Чивкин – боец со стажем. Входит в сборную края. Победитель ЮФО 2014 года. Впереди у него всероссийский турнир. На этих соревнованиях в Новороссийске появились и новые герои клуба. Это Камалов Руслан. Он занял первое место. Причем он вообще противнику не давал никакого шанса. За минимальное время максимальная эффективность у него получилась. И Малюченко Данила, который у него как раз день рождения, он сам себе сделал подарок. Он победил, причем борца победил удушающим. То есть это тоже великолепно. Руслану Камалову звание победителя досталось нелегко. Ведь в финале ему пришлось встретиться с одноклубником. Со секретой борьбы друг друга оба знали. Противник Данил Журавель, он был сильный. С ним я дрался долго. Победил его все в одно очко я. Даже на болевой он меня выводил. Но мы не сосчитали, потому что немного у него не получилось. Многие из этих ребят, как например золотой призер Данила Малюченко, учатся технике сразу нескольких направлений борьбы. Ушу саньда, рукопашный бой МВД, тэквондо и комбат самооборона. Данила Малюченко победитель турнира ко дню памяти погибших воинов-десантников 2014. Потому что в футболе, в гимнастике нельзя себя защитить. А тут у нас тренер изучает искусство, чтобы себя защитить. Чтобы не обижать младших, не обижать девочек. А своим сверстникам Данила желает... Чтобы они занимались каким-либо другим спортом, не обязательно, на который я хожу. Он развивает человека, помогает ему стать сильнее в спорте и в жизни. Впереди у Южного Будака на бои на татаме четверть чемпионата мира по смешанным единоборствам. И в случае выигрыша анапчане отправятся на чемпионат мира в Испанию. Пожелаем им новых побед. Вадим Родин, Лариса Басова, Максим Логоша, Анапа. Регион.